три покапа с которыми мы столкнулись распаковка написали претензионное письмо а кто-то клинику вот такие вот у нас проблемы и почему мы еще не открылись вовремя и так я нахожусь у клиники которая должна была открыться вот-вот на днях но есть ситуации которые выше чем мы если вы думаете что в вашей жизни что-то идет не так то посмотрите на нашу ситуацию и вы поймете то что возможно у вас что-то не так уж и плохо уголь зимой ездить на таком велоколесе интересно вот сейчас пойдем я вам все покажу так три пока по с которыми мы столкнулись на самом деле от клиника должна была открыться еще пару месяцев назад но есть ситуации которые выше вообще всего это такой боже про мысел я думаю мы столкнулись со всем что только могло быть 1 пока это электрика это вообще трэш я вам сейчас покажу как должно было быть электрика разложена и как она сейчас это фанасе мой партнер и мы придумали вместе с дизайнером матвеем который снимает сделать вот так вот красивую картинку абсолютно верно на что у нас случилось объясняю у нас линолеум тоненький двухмиллиметровый он идет с поднятием вверх по периметру всего кабинета у нас светодиодная лента соответственно наши линолеумщики оставляли 2 миллиметра чтобы электрик мог присоединить светодиодную ленту и поставить туда рассеивать это сделать немножко сложно почему потому что у электрика были толстые пальцы да он придумал новый он придумал схему которая нас немножечко погубила по всему периметру помещения он сделал разрезы у наверное сантиметра на два-три я не знаю вот если так присмотреться здесь виден он порезал по периметру весь линолеум и таким образом у него появилось больше пространства он ставил туда светодиодную ленту и рассеивать теперь нам приходится переделывать его весь линолеум да мы теперь снимаем вот посмотрите вот весь линолеум содрали по всему периметру клиники чтобы заново его постелить и потом только стелить светодиодную ленту как-то так это конечно первая была проблема теперь а вторая проблема нужно рассказать про меня жизни каждого человека бывает ситуация когда он зашел не в ту дверь либо заказал мебель и она пришла не та которую он заказывал вот наш дизайнер матвей в извините нам свитере тоже что произошло произошло следующее у нас здесь должен был быть блок с ящиками такого же размера соответственно как правый блок с дверью но привезли нам его на 40 сантиметров короче сейчас они занимаются тем что переделывают мы ждем когда уже нам доставят на это ситуация когда мы переоценили но на самом деле знаете это как магия какая-то на производстве то есть коробка наша юрлицо наше название клиники наш открываешь коробку но шкаф не наш артикул правильно совпадать все это это просто да так ну что и а третье у нас еще есть проблема постепенно это полный и так мы заказали цветов красивое большое дерево которое будет радовать всех наших пациентов которые будут приходить в клинику и ситуация такая то что он выглядел вот так но когда к нам пришел цветок он данный момент выглядит вот так он выглядит таким образом как и в принципе весь тот пиздец который происходит в клинике вот он смотрел на эти полы и он решил то что он он обморозился вот у нас есть специальные уколы это уколы для цветка да и похищения мне надеемся что ему что-то поможет но он уже дала растучки он уже дал раз точки течение ближайших полутора лет обещает то что он распуститься и будет радовать всех наших клиентов но пока что вы будете наблюдать вот эти вот самые палки вот можно можно фотографию цветка сверху на него повесить Знаете, как дом строится, там это фотография дома, который должен быть. Вот будет фото цветка. Вот такие вот у нас проблемы, и почему мы еще не открылись вовремя. А с какими проблемами сталкиваетесь вы в этой жизни? Напишите в комментариях. Он долго ждал. Илла Андреевна смеется главный врач. Нет, ну знаете, он проходил химиотерапию. Ее успешно проводил наш дизайнер Матвей. Он ходил с этими шприцами практически круглосуточно и говорил, Элла Андреевна, посмотрите, ну вот, вот уже новенький, вот он, вот он оживает, вот он. Ну, мне кажется, он долго ждал. Он просто ждал, ждал. Он видел вот это вот все, у него депрессивное состояние развивалось. Он очень чувствительный у нас парень. Но мы очень надеемся, что он будет жить. Мы же все-таки врачи. Но на этом проблемы не закончились. Здесь у нас есть прекрасная штука, называется очистители воздуха, по-научному рециркуляторы. И мы заказали их маленькие, аккуратненькие, красивые, чтобы они идеально вписывались в интерьер нашей клиники. Вот посмотрите, какой прекрасный интерьер, какие крутые потолки. И вот эта вот, вот эта вот огромная штука, это рециркуляторы. То есть они ростом с Эллу Андреевну, в принципе. Чуть-чуть, чуть-чуть это взял. И то есть вот этот вот ужас, как бы повесить, естественно, мы не можем. И теперь мы будем отправлять все эти рециркуляторы обратно, да, Элла Андреевна? Да, мы написали претензионное письмо, на завод обратно уедут эти огромные рециркуляторы, которые рассчитаны на большие залы от 3 тысяч до 5 тысяч человек. А получим именно те, которые должны быть в лечебном учреждении, именно на метраж наших кабинетов. Они даже выглядят огромно, ведь просто Элла Андреевна, вы как девочка среди них. Даже в операционных не ставят такие рециркуляторы. Да, они подумали, что у нас должен быть очень чистый воздух. Вот. Идея этой клиники в том, что нам необходимо сделать вид как будто в спа-салоне. То есть, если обратите внимание, то все углы сглажены. То есть, тут все повторяет дизайн и выглядит без острых углов. В том числе и вот эта вот прекрасная местница. Не вот эта, а вот эта. По первому этаже у нас располагается... Вот здесь вот у нас будет комната забора крови. Вот здесь у нас ресепшн. Идея в том, что весь персонал, который будет у нас работать, врачи, медсестры, они будут работать в очень крутых условиях. Вот, посмотрите, у нас уже готово даже логотип. Очень красивый. Это наш финансовый директор. И туда-сюда я папе звоню. Да, добрый вечер. Да, ты прекрасно ругаешься. Все нормально. Таким и должен быть финансовый директор. Здесь у нас вот такой вот еще один кабинет. И вот здесь вот у нас будет вип-кабинет для пациентов. То есть, в чем история вип-кабинета? Вы приходите и попадаете в пространство, где вам никуда не нужно идти. То есть, все манипуляции, все доктора, все исследования, забор крови, лечение происходит в одном кабинете, куда можно попасть через отдельный вход, чтобы вас никто не тревожил. Здесь будет очень красиво. Здесь будет полностью оборудовано под то, чтобы находиться несколько часов в комфорте и удовольствии. А главное, с пользой для здоровья. Что у нас? Десять дней до открытия. Снаружи ничего не изменилось. Сейчас пойдем спросим у нас коллег, как они себя чувствуют. Спойлер. Все в шоке. О, ничего себе. У нас открылась дверь. Посмотрите на этих мужчин. Все, Афанасий, у нас все готово. А ты говорил, не готово. Ну, давай. А там только убраться. Здорово. Здорово. Это Матвей. Это Афанасий. Добрый. Ну что, давайте. Ну вот, вы заходите, посмотрите и сразу попадаете во все готовое. Вот это не обращайте внимания. Но по факту же все готово. Смотрите, кстати, на секундочку. Уже стеклянная перегородка готова. Вот Афанасий, а ты говорил, ничего не готово. Стоило сказать, что мы с 17-го все-таки открываемся, как за ночь все приготовилось. Глянь, даже окна поклеены. Я думаю, мы здесь не с 17-го, а к 12-му откроемся. Итак, в чем основные фишки этой клиники? Основные фишки этой клиники, самое главное, это первая дверь и подсветка дверей. Ага. То есть дверь у нас с синевым профилем. Откройте, пожалуйста. В принципе, это общий контур по всему другому помещению. То есть, в общем, дверь подсвечивается первая в мире. Да, то есть если со стандартом, во всех проектах, видимо, идет подсветка, и где дверь, там либо дверь, во-первых, выше-ниже находится, и там подсветка всегда прерывается, то у нас общим контуром все замыкается. Да. Потом применены вот такие заглубления с округленным радиусом углов. Ну, как бы это удобно и по дизайну интересно. Ну, так же можно проснимать, что углы выведены под 45 градусов, тоже архитектурности. Еще мне очень нравятся вот эти вот ручки из Италии. Кто думает, почему мы долго открываемся? Потому что в чем фишка вот этих ручек, кроме того, что они похожи на яйцо? В принципе, это как раз основная их идея. То есть, это компания Оливари, сейчас самая топовая на рынке, итальянское производство. И каждую ручку отдельный дизайнер разрабатывает. Жесть. Вот это вот делали несколько месяцев. Поэтому, если вам кажется, что вы занимаетесь херней, то знайте, кто-то разрабатывает одну ручку вот такую несколько месяцев. А кто-то клинику тровит. Вот. Очень прикольная, кстати, барная стойка. Смотрите, здесь заходишь, АВКлиник. Тут везде у нас подсветочки. Подсветочки тут будут полочки. А тут самое главное вообще красота, это когда у вас получается лаборатория, но она находится вот за таким стеклом. Это мега стильно выглядит. Как вы видите, что человека не видно. То есть, вы можете полностью инкогнито сдавать у нас анализы. Вы как бы человека не видите. Блин, подожди, Матвей, видно же человека. Вот. Там же не в этом фишка была. Там же была фишка в инкогнито. Ну, у нас еще в процессе пленка. Когда пленку сделаем. А, мы пленку наклеим. Тогда человек не будет видно. А, блин, ладно. Вы заходите вот так вот. И получается, вы закрываетесь. Здесь вот будет пленка. Матвей обещал. К следующему году пленка точно будет 25-му. И можно будет здесь давать анализы инкогнито. Вот. Запасной выход на потолке, если что. Так, пойдемте дальше. Что у нас еще есть? Здесь у нас первая в мире лестница. У Матвея все первая в мире. Вот, он тестирует на нас. Первая в мире лестница с чем? Вот именно такая. Ну, здесь используются скругленные радиусы. Также тут у нас каждый объем лестничной ступени. Он сделан таким образом, что это отдельный параллелепипед, у которого к краям есть теневой зазор и снизу подсвет. Параллелепипед с теневым зазором. Ну, выглядит шикарно. То есть, на самом деле, еще не финальный вид. У нас здесь появляется затирка. Это просто отвал башки. Ладно, главный вопрос. Мы откроемся с 17-го через 10 дней? Откроемся с 11-го. Да? Так, давайте спросим у Афанаси. Афанаси, мы откроемся через 10 дней? У нас нет выбора. Да? Конечно, откроемся. Конечно, откроемся. И тут такой просто жопа творится. О, Элла Андреевна, такая красивая. Посмотрите, это главный врач. У нее каждый день цветы. То есть, фишка в том, что каждый день главному врачу мы дарим цветы, чтобы она была в отличном настроении. Спасибо большое. Сегодня особенный день. Элла Андреевна, ну что, мы откроемся через 10 дней? Однозначно. Да? Это даже я не обсуждаю. Так, мы поднимаемся на второй этаж. В общем, идея этой клиники в том, что, вы видите, она не похожа как бы на клинику. То есть, здесь очень красиво. Кстати, посмотрите, как зеркала уходят. Потрясающая лестница. Всякие дизайнерские решения. Вот. Но, наверное, главная фишка – это не просто в дизайнерских решениях, а в том, что мы действительно очень сильно заморочились. Например, вот такая у нас раковина. Давайте посмотрим тут. Тут у нас кресло. Тут у нас будет гинекология. Есть, короче, одна существенная проблема – это то, что мы купили дерево. Блин! Нет! Нет, Игорь, нет! Пожалуйста! Он стоял же здесь. Короче, ему конец. Я так и знал, блин. Они убили Игоря. Короче, Игорь – это было мое дерево, которое было в честь клиники. Должно было открыться. Ну, гляньте, какой туалет. Туалет топовый, я считаю. Так, здесь у нас кушетки. Такие, кстати, кушетки. Ну, как бы уровень, да? Оценили. Так, тоже везде стоят вот такие вот красивые шкафчики. Такой у нас коридор. Везде подсветочки, везде подсветочки. Игорь! Привет! Здрасте! Здорово! С приездом! Наконец-то уже! Наконец-то, да? Год уже клинику открываем. Я думал, он сдох. А он, гляньте, с ним все в порядке. Я думаю, просто там ветки остались, и он умер. Так. Ну что, у нас все готово, да? Открываемся? Ну, вот. Сидим, да. Обсуждаем. Прикольно. Ну, с той стороны рабочее место врача. Там еще беленького телефона не хватает рядом. Вот. Не, ну это бомба. Вообще. Ну что, откроем все через 10 дней ваши ставки? Ставок не буду делать, даже сидим. Ну, давай, давай, ну прикинь, давай, да, нет. Вот когда это вот закончится... Да? Ну ты как-то уклончиво, ну давай. Подожди, не сказал. Когда закончится все внизу, два дня, чтобы здесь все стояло красиво с моей стороны. А, окей. Распаковка. Вау. То есть чем он классный, ребят? Мы пациенту можем подвинуть экран. Врач может полностью комментировать, что происходит, что он видит, какие изменения. Но врачу вот здесь не обязательно ворочать головой. Потому что есть второй экран, да? Потому что у него вот сенсор не будет экран, где он тоже может полностью работать. Прикольно. И с чем мы вам во время УЗИ можем еще фильмы показывать? Однозначно. Однозначно. Вот ты заходишь, то есть там сдаешь анализы. Вот. А дальше ты, получается, можешь пройти по кабинету. Пойдем покажу. А это вот, кстати, Матвей. Матвей это дизайнер, это Ирина, моя мама. Вот, Матвей придумал вот это вот все. Зацени, Матвей, вот этим больше всего гордится. То, что у нас подсветка первая в мире от дверей. Зацени. То есть, короче, идет все вместе слитно. Прикольно? Ну, на самом деле круто, что я скажу, Матвей. Смотрите, такое у меня ощущение, как первого клиента, как будто это корабль и что-то такое порхающее. И получается, что очень вообще классно и круто в том плане, что здесь идет непрерывная линия вот этого вот всего. То есть, это вот круто в том заключается, что все непрерывно. А то было бы, как бы, здесь есть, а тут нет. Ну, совсем не тот эффект. Ну, такое очень лаконичное, очень такое спокойное. Ну, ощущение у меня, пусть здесь и, понятное дело, навалено, но все остальное прочее. Но все равно с кромочками, да, и со скрытыми, или с какими, или еще ручек здесь нету. Ручки будут обычные. Вот, смотри, это кресло, лорд. Лорд, да. Да, то есть, смотри, у нас нашпигованный лорд-комбайн. Здесь можно выводить изображение, делать все, что угодно, промывание и так далее. Это вот штука для лечения танзелита хронического, топовая. Танзелита хронического? Подожди, а здесь вот это же, вот там же промывается все? Да, да. Вот это все, это самое. А здесь это что? Это какая-то... Это отдельная еще. Это отдельная штука для лечения танзелита у пациентов. То есть, у нас очень крутое лор-оборудование. То есть, помимо того, что там промылся, помылся, потому что вот это вот все мне знакомо. А вот это, это тоже какие-то должны быть насадки, да? Вот, кресло полностью раскладывается, как хочешь, на пульте управления, пульт таму, лора и вот здесь вот. То есть, супер все комфортно. Реально, тут шуток с ним произошло, потому что буквально две недели назад тут были палки. Да, ну сейчас он позеленел, на сказать, он бодренький. Значит, все, приходите в клинику Абакумов, да, и будете зелененью пыли. Да. Вечно. Или как хотят люди, вечно или не вечно, я не знаю. Ощущение уютности, ощущение вот эти вот парящие потолки, парящие полы. Ощущение вот такой воздушности, что здесь вообще комфортно очень находиться. Палитра вот этой вот всей, всего цвета, она очень комфортна. То есть, она тебя не убивает, она тебя не подавляет. Ну, то есть, комфортно находиться. Стрессовая ситуация, ну, как человек, который пришел, он ходит, и он же находится все равно в стрессовой ситуации. Ждет анализов, ждет каких-то вердиктов врачей, вот. А здесь комфортно находиться, как бы, вот в этом, походив по кабинетам, походив по клинике, комфортно ожидать, как бы, да, того, что тебе там скажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова